Начальник управления образования начала встречу с журналистами с информацией о недавней поездке севастопольской делегации в Москву. Первопрестольные педагоги города ознакомились с передовыми подходами в обучении, хорошо зарекомендовавшими себя в России. Лучшие учебные технологии, возможно, будут внедряться и в городских школах, пообещала Ирина Заяц. Город Севастополь – мост сегодня между Россией и Украиной о дружбе, о сотрудничестве. И потому нам было приятно видеть наших коллег и познакомиться с теми новаторствами, с теми инновационными программами, которые сегодня уже осуществляются именно в образовательных учреждениях города Москвы. Говоря об итогах уходящего года, Ирина Заяц отметила, на учреждения образования распространяются пять региональных программ, утвержденных городским советом. Всего же бюджет отрасли в этом году составил порядка 600 миллионов гривен. Активно шел процесс компьютеризации школ, внедрение современных технологий в образовательный процесс. Увеличивается количество мест в дошкольных заведениях. По статистике, 100% детей возрастом от пяти лет посещают детские сады. И по этому показателю наш город занимает лидирующие позиции в Украине. В 2001 год 76%, в этом году охват детей 92%. Это самый большой процент по Украине. Если смотреть охват детей пятилетнего возраста, тоже с динамикой, то в 2011 году 78%, в 2013 год 100%. Среди дел на следующий год – продолжение увеличения групп в детских садах. Также планируется завершить выделение актов на землю для школ города. Это позволит пресечь строительство возле учебных заведений. Подобная ситуация возникла на территории гимназии номер 10. Каждая школа будет иметь закрепленную территорию, на которую никто не сможет претендовать. Олег Савченко, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».